Здравствуйте! Вот из чего состоит мир? Вернее, понятно, мы знаем, из чего состоит из атомов и молекул. Откуда взялись они? Откуда взялось то, из чего состоит мир? И почему именно это взялось? Это такая задача, она где-то так вот ядерно-физическая, а может быть, задача для ядерной астрофизики, вот для чего-то вот такого. И в гостях у нас астрофизика Анатолий Владимирович Засов. Он как раз спец по внегалактической астрономии. Ну, а, наверное, часть элементов образовалась как раз еще на том этапе, когда галактик не было, как раз внегалактической. Хотя внегалактической вроде бы изучают другие галактики, на самом деле. Ну, так они все по химии более-менее сходные. Более-менее сходные, на самом деле, да? Ну, так вот, Анатолий Владимирович, я-то вот помню, что когда был вот это то, что называют немножко неправильно большой взрыв, вот тогда кроме протонов и электронов образовалось какое-то количество гелия, причем достаточно большое, как я от вас узнал, 25%, и совершенно ничтожное количество лития, элемент номер три, да? А вот ничего более тяжелого не образовалось. Ну, я, честно говоря, как физик ядерщик, в это не верю. Сколько-то образовалось, но совсем мало, я вот так думаю. Конечно. Что тогда и уран образовался, и все вот тяжелые элементы, ну, какие-то распались сразу, понятное дело. А кто-то должен был, ну, совсем мало должно было образоваться. Ну, понятно. Сечение взаимодействия. Вот когда были открыты явления радиоактивности, ну, стало очевидно, что, по крайней мере, некоторые элементы должны были когда-то образоваться, потому что они еще вот сейчас сохраняют активность, но медленно ее распадают. Медленно уменьшают их, эта активность медленно уменьшает их количество, они преобразуются в более легкие элементы. Ну, некоторые элементы, типа урана, у них период полураспада, там, 4,5 миллиарда лет, вот, и у некоторых очень короткие, так сказать, периоды у элементов. Но ясно, что эти элементы когда-то должны возникнуть. Вот устойчивыми элементами ситуация немножечко более неопределенно, потому что они не распадаются, и они готовы жить вечно. Но они тоже когда-то должны были возникнуть. И вот существовало две противоборствующих гипотезы. Это в первой половине и в середине XX века. Значит, по одной из них все тяжелые элементы появились в результате ядерных реакций в недрах звезд. А потом они были выброшены при взрывах звезд, при сбросе ими своих оболочек внешних, они попали в межзвездное пространство, и там дальше уже пошел круговорот. И это первая точка зрения. А вторая точка зрения была другой. Нет, элементы тяжелые образовались при начале расширения Вселенной, когда природа еще не знала, что такое звезды и галактики, когда была горячая расширяющаяся плазма. И тогда были условия для возникновения элементов. Были аргументы в пользу и той, и другой стороны, но в конечном счете, перескакивая через несколько ступеней, я скажу, что остановились на том, что было покатано. Что водород, гелий и очень небольшое количество лития-7, изотоп лития, образовались еще до галактик. То, что мы называем «большой взрыв», хотя это не очень удачное название, потому что на самом деле взрыв – это нечто другое. А более тяжелые элементы уже возникли в недрах звезд. Но вот вся эта картина раскрылась буквально за несколько десятилетий, начиная, пожалуй, с классической работы, которая показала, что вообще водород и гелий – самый распространенный элемент на Вселенной. Ведь где-то до середины 20-х годов прошлого века в это не могли поверить. Ну, был известен метод спектрального анализа, который позволял определять химсостав звезд, химсостав Солнца. Что там было видно на этих спектрах? Скажем, того же Солнца. Десятки тысяч линий, причем абсолютно большинство этих линий, принадлежат одному только элементу – железу. И считалось само собой разумеющееся. И в учебниках писали, что звезды и Солнце как минимум на две трети состоят из железных паров, из паров железа. Но все как бы сходилось. Они стоят в паров железа. Непонятно было только, откуда звезды черпают энергию. Потому что железо – это устойчивый элемент. За счет преобразования ядра железа вы никакой энергии не получите. И вот появилась в Соединенных Штатах Америки женщина, англичанка Сесилия Пейн, которая решила пересмотреть вопрос о химсоставе атмосферы Солнца с использованием недавно к тому времени появившейся квантовой механики. Квантовая механика существенно обогатила наш взгляд на Вселенную, на то, какие процессы могут происходить на уровне атомов, на уровне ядер. И она использовала методы квантовой механики, заново расшифровала спектр Солнца и пришла к выводу о том, что на Солнце железа почти нет, очень мало, несмотря на большое количество линий. Основное количество массы приходится на водород и гелий. Это было настолько странно, это было уж в штыки было встречено, так что, когда она защищала докторскую диссертацию, ее заставили вписать в заключение, что, конечно, полученный результат непродоподобен, надо понять, в чем дело. Только после этого она получила звание доктора. То есть она использовала вероятность возбуждения тех или иных линий, да, квантовой механики? Она использовала формулу САХА, это формула, которая дает возможность определять соотношение между количеством ионов с разной степенью ионизации. И сделал вывод, что просто для железа на более благоприятные условия для возникновения линий, но там на самом деле железа мало. А потом уже через несколько лет она оказалась абсолютно права, это было показано уже другими, и стало ясно, что основное количество элементов – это водород и гелий. Здесь, как они возникли, вот тут уже спорить не приходилось. Если, так сказать, сторонники теории большого взрыва, которые в то время как раз остановились на том, что развитие Вселенной началось с очень горячего состояния, могли это объяснять. Сейчас все теоретические расчеты действительно показывают, что характер расширения Вселенной в далеком прошлом обеспечивал где-то 25% вещества, переходящего в гелий, а остальное – в водород. Но вопрос встал, откуда взялись более тяжелые элементы, потому что расширение Вселенной в то далекое прошлое происходило настолько быстро, что они просто не успели образоваться. Когда плотность упала и температура упала, уже нет условий для возникновения более тяжелых элементов, для которых нужно сближение положительно заряженных частиц, там, протонов или альфа-частиц. И тогда уже получила развитие вторая ветвь, что тяжелые элементы возникли не в результате Большого взрыва, они не могли там возникнуть, а возникли при эволюции звезд. Но здесь проблема была очень большая. Для того, чтобы звезды превращали водород в гелий, требуется температура 10, 15, 20 миллионов градусов. Вот на Солнце и внутри звезд такого типа, как Солнце, именно эти реакции дают те потоки тепла, благодаря которым вообще звезды светят. Но для того, чтобы уже появился следующий элемент, чтобы объединились атомы гелия и получился бы углерод, требуется температура уже 100 миллионов градусов. Это как бывает. Это невозможно. Это красный гигант. Ну, это потом было ясно, что такая температура могла быть достигнута. Вот английский очень известный астрофизик Фред Хойл, он как раз первый догадался, как это может происходить. Как раз в то время шли работы на создание атомного оружия, он тоже этим интересовался. И он знал, что пытаются сделать атомное оружие, используя резкую обжимку плутония, чтобы при резком сжатии возникла критическая масса и произошел бы ядерный взрыв. То есть ударная волна должна была резко сжать шарик этого топлива. И он предположил, что в процессе эволюции звезд, когда не будет хватать уже водорода, должен произойти такой же взрыв внутрь сжатия, потому что уже вещество, лишенное источников энергии, не может противодействовать гигантскому весу вышележащих слоев. То есть центр звезды должен обрушиться внутрь себя. То, что занимало гигантские объемы, должно сжаться до размеров планеты. И при этом температура, которая возникнет, теоретически можно было показать, оказалась достаточной, чтобы включилась следующая реакция превращения гелия в углерод. А дальше уже при более массивных звезд. Этот процесс взрыва внутрь, он должен был повторяться неоднократно, переходя к новым и новым ядерным реакциям. И вот таким образом удалось определить, узнать, что реально могут в массивных звездах, не в таких, как Солнце, а в таких, которые в несколько раз более массивны, могут образовываться все очень тяжелые элементы. Ну, кроме вот конца периодической таблицы Менделея, где тяжелые элементы имеют большой атомный вес, там даже в звездах не получится. Там нужно взрыв сверхновый. Сейчас стало понятно, что элементы эти могут рождаться в звездах и при взрывах звезд. Ну, а дальше они попадают в межзвездную среду и идут на образование новых звезд и планет. Поэтому фактически, так сказать, все то, что мы видим вокруг, и мы сами состоим из такого звездного пепла, то есть мы состоим из вещества, которое же когда-то прошло переработку ядерную в недрах давно уже не существующих звезд. И причем очень удачно теперь звездам загораться, потому что в них есть некоторое количество вот подпадает углерода, других, ну, более-менее тяжелых элементов, да, и они, значит, уже могут участвовать сразу вот в других реакциях синтеза, то есть при меньших давлениях могут начаться. Ну, там все равно температура требуется порядка 100 миллионов градусов, но, то есть вот этот процесс химической эволюции идет. Вот мы можем видеть, что в очень старых звездах мало тяжелых элементов, они не успели образовываться. И в других галактиках, вот мы, вот есть очень редко встречающиеся типы галактик, которые переживают свою первую молодость в наше время. То есть там идет активное звездообразование, до этого оно либо вообще не шло, либо почти не шло. И вот, и в этих галактиках, мы научились мерить химический состав газа по эмиссионным линиям, вот, там мало тяжелых элементов. Они не успели наработаться. Вот, поэтому вот как раз... То есть недавно возникла галактика, получается? Ну, вот, да, некоторые карликовые галактики, они только недавно произошло активное звездообразование, началось. Такие галактики очень редкие, потому что большая часть галактик, они формировались первые миллиарды лет. Вот. Ну, у некоторых вот этот вот такой натальный возраст сильно затянулся. Детский. Или перинатальный, может быть, даже сказать. Вот. И в некоторых случаях мы наблюдаем то, что можно назвать первой активной вспышкой звездообразования. Вот. Это очень интересные объекты. Там звездообразование в них идет очень мощно. И они относятся к числу объектов, где количество газа по массе больше, чем количество звезд. Вы знаете, вот у нас есть замечательно важный элемент, очень уран, да? Уран. Он, естественно, тоже образовался во взрыве той звезды, которая вот дала жизнь вот тому газополевому облаку, из которого потом солнышко скатало нашу планету. И вот, значит, у этого урана есть набор целых, так сказать, изотопов, более или менее стабильных изотопов, которые, так сказать, распадаются с разным темпом. Есть изотопы, которые очень медленно, там, миллиарды лет у него там. Ну, удовольствием, 235. Да. 238. Да. Почти стабильно. А есть быстро распадаются. И вот того, по-моему, 235-го, который в качестве топлива для электростанции используется, в качестве элемента для бомб, его очень мало осталось процентов. И вот если сделать такое смелое предположение, смелое и не совсем обоснованное, о том, что, в принципе, все изотопы урана в том взрыве образовывались с одинаковой вероятностью. Это, конечно, не так. Это зависит от, так сказать, сечения образования, да? Конечно. Очень может быть, что сечения были вот как-то вот разные, что в пользу, например, более стабильных изотопов. Ну, трудно сказать. Но вот если вот стартовать, что они все в одинаковых пропорциях образовались, и сравнить, значит, ну, времена распада мы знаем, то, в принципе, можно вот как они дошли до жизни такой, что вот такое вот соотношение концентрации, то есть доли, это получается где-то миллиардов шесть лет тому назад вот произошло то событие, да? Да, но это немножко так на очень качественном уровне. Примитивно, качественном уровне, да. Ситуация такая. Мы можем сравнить содержание тяжелых элементов и их изотопов, но чтобы определить по ним возраст, нужно, чтобы продукты распада были в мире с ними, мы могли бы сравнивать непосредственно. Где это реализуется? Это реализуется, например, в метеоритах, когда мы исследуем химический состав метеоритов, можем выделить тяжелые элементы и их изотопы, посмотреть их относительное количество и найти тот момент, соответственно, когда они все вместе слепились и стали дальше уже вместе двигаться внутри одного тела. Но есть и другие методы такой химии, ядерной хронологии, так называемые. Они приводят к очень интересным выводам, что часть элементов, которые сейчас наблюдаются и которых стоит там Земля, метеориты, возникла перед самым началом формирования Солнечной системы, а часть элементов уже на космологических временах, там около 10 миллиардов лет назад. То есть вот наша химия, она дает как минимум две вспышки образования элементов. Поэтому тяжелые элементы, они частично родились в молодой галактике, когда все это образовывалось, а частично, скорее всего, родились в той сверхновой звезде, которая взорвалась, и этот взрыв, в общем-то, предшествовал образованию Солнца. Сейчас известно, что сверхновые звезды дают ударные волны, которые, так сказать, воздействуя с молекулярными облаками, могут стимулировать их сжатие. Поэтому сверхновые звезды могут ускорять образование звезд в облаках, если это облако недалеко от этого взрыва. Ну, если совсем рядом, то только испариться, а вот именно чтобы только ударная волна сжимала. И поэтому очень может быть, что рождение Солнца как раз связано с вспышкой одной из звезд, как сверхновая. Потому что когда Солнца еще не существовало, и Земли еще не существовало, звезды-то были, и многие из них мы до до сих пор можем наблюдать. Ну да, на нашему Солнцу это миллиардов пять или шесть сколько там сейчас считает? Ну, считается, что Солнце где-то на середине своего жизненного пути. Потом, через несколько миллиардов лет, оно начнет расширяться медленно, очень медленно. И количество энергии, которое будет излучать, повысится. Так что рано или поздно Землю Солнца спалится, безусловно. То есть, в принципе говоря, наша звездочка относительно молодая, ей пять-шесть миллиардов лет, да? Нет, это не считается молодой, это звезда среднего возраста. Молодые звезды это те, которые образуются в наших глазах или имеют возраст несколько миллионов лет. Нет, я имею в виду молодая на фоне Вселенной. Вселенная где-то 13,8 миллиарда, так? Ну да, примерно так. Это половина на середине. Но, тем не менее, понимаете, вот Солнцу, если Солнцу около пяти миллиардов лет, но если условно так принять как возраст у человека в мире в годах, то это совсем небольшое время, конечно. Но есть сейчас звезды, которые просто рождаются в наших глазах. Мы видим протопланетные диски, можем наблюдать признаки того, что там формируются планеты. А вот рождающиеся звезды, это что, инфракрасные телескопы наблюдают? Происходит, наверное, так сказать, сжатие... Ну, инфракрасный диапазон здесь очень продуктивен, потому что звезда, прежде чем родиться, она окружает себя непрозрачной оболочкой, и ничего не подсмотришь. А вот инфракрасные лучи могут пройти. Но уже когда оболочка становится совсем плотной, тогда инфракрасное излучение принимается не от самой звезды, а только от нагретой ею оболочки. И здесь очень сильно помогает наблюдение в миллиметровом диапазоне. Это на стыке радиоастрономии и инфракрасной астрономии. Там можно в больших подробностях рассмотреть, что все-таки происходит в непосредственной окрестности сжимающейся звезды. А вот у таких объектов вы говорили, что есть протопланетные диски наблюдают, да? А вот размер этого протопланетного диска в наших, так сказать, астрономических единицах, размер орбиты Земли. Ну, Земля – это одна астрономическая единица, здесь могут быть сотни астрономических единиц. То есть там сотни. То есть размеры протопланетных дисков, ну, скажем, многократно превышают расстояние, допустим, до самых далеких планет, до Нептуна или до Плутона. Они идут дальше. Другое дело, неясно, образуются ли планеты на таких больших расстояниях, они могут образовываться и только ближе. Но, тем не менее, сами по себе, так сказать, диски из газа и пыли имеют размеры больше, чем размеры, так сказать, вот тех восьми планет, расстояние до восьми планет от Солнца. Орбит восьми планет наших. Они больше имеют расстояние. Ну, у нас тоже у Солнечной системы. А у нас тоже они не кончаются. Да, там что-то там летает такое вот. Там летает очень много интересного. Да. Там Солнечная система в классическом понимании, она кончается на самых далеких планетах. Это вот так называемый астероидный пояс Койпера. Но идет дальше, дальше идет пояс Уорта, так называемый, где кометы кучкуются, можно говорить, которые изредка прилетают оттуда внутрь Солнечной системы. Хотя есть некоторые идеи, что там даже часть вещества просто уходит в межзвездное пространство. И не так давно, например, в инфракрасном диапазоне, благодаря инфракрасной обсерватории ВАЙС, была найдена одна вообще одиночная планета, которая не связана вообще ни с какой звездой. Размер ее трудно оценить, но несколько Юпитеров, по-видимому. У нее температура поверхности около нуля Цельсия. То есть внутри все-таки тепло выделяется? Выделяется, да. Еще тепло от первичного сжатия? Это может быть тепло от первичного сжатия, а может быть и другое. Например, наши планеты Солнечной системы, Юпитер, Сатурн, они излучают в пространство тепла больше, чем получают от Солнца. А это от чего? Считается, что это и медленное сжатие. А если есть твердое ядро, как в случае Земли, например, то у нас же земные недры разогреты за счет радиоактивности. Поэтому температура долгое время может быть достаточно высокой. Но тот факт, что есть одиночная такая планета, говорит о том, что, по-видимому, часть планеты может быть потеряна на ранней стадии формирования планетных систем. А может, это просто не до конца сформировавшаяся звезда? Она будет немного не такой. Она не успеет постареть и потерять свой свет. То есть она должна быть массивнее. Эта масса его не такая уж большая. Если у нас звезды имеют массу меньше, чем одно десятое от массы Солнца, то они не будут выглядеть как звезды, потому что в них никогда не вспыхнет термоядерных реакций. Но они будут очень долгое время сохранять высокую температуру, которая возникла при их сжатии, потому что время остывания их очень мало. У них поверхность маленькая. То есть велико. Да, время остывания очень велико, да, простите. А это какая-то звезда, какое-то тело, которое ближе к планетам по своим свойствам. Хотя, в общем-то, находится в том промежутке, когда вроде и на планеты не похожи, и на звезды тоже. Что-то такое промежуточное. Ну, у нас до ближайшей звезды четыре года световых. А вот где-нибудь в шаровом скоплении получается, что все звезды так плотно упакованы, что они, собственно говоря, ближе друг к другу, чем световые месяцы находятся. Так ведь? Ну, я бы так сказал, что периодически они подходят друг к другу ближе, чем, наверное, на световые месяцы. Да, это так. Но они движутся там довольно большими скоростями. Они, конечно, проскакивают друг относительно друга. Но изредка, изредка они все-таки сталкиваются. То есть у них там не может быть вот таких планетных систем? Все там перемешано. Трудно сказать. Планеты, которые близки к звезде, ну, типа нашего Меркурия, Венеры, их очень трудно оторвать от звезды. А вот далекие планеты оторвать проще. И там, конечно, они могут перемешиваться при сближении звезд. Обмен, то есть... Да, да, да. Ну, вообще, такой вопрос открытый. Есть ли у этих звезд достаточно... Достаточно ли звезд шаровых скоплений, в которых могут иметь планеты? Дело в том, что эти скопления состоят из звезд, у которых мало тяжелых элементов. Вот. Сложно образовать, так сказать, планеты без наличия большого количества пыли. Ну, и вообще, этот вопрос открытый. Здесь я бы не стал зарекаться. Публике наше спасибо за внимание. Видите, сколько много тайн в небе. Сколько там много необыкновенных вещей еще кроется. Всех благ.